На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Была озвучена информация, что основную массу административных правонарушений, более 80%, сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. Полагаю, так называемые письма счастья от государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля, заметил на совещании президент. Вместе с тем он обратил внимание на то, что фотофиксация 7 лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разбираться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения. Вот и брещанин Александр Грицук на собственном примере решил тщательно разобраться с документацией данной автоматической камеры фиксации скорости, а также правилами установки данного прибора, так как засомневался, что нарушил скоростной режим. Добрый день, зовут меня Грицук Александр, я житель города Бреста. Сейчас мы находимся по улице Московской, дом номер 346. Двигаясь от Гаврилова со стороны областной больницы, если кому-то непонятно, то в сторону центра города. И пересекая улицу Гаврилова, проехав метров 300, наверное, я заметил вот этот радар, который произвел вспышку в мою сторону. После чего, естественно, я через некоторое время развернулся, подъехал сюда, подошел к гражданину на автомобиле, где написано безопасность движения, хозяина этого радара. Он сзади меня стоит. Вот, и подошел я с телефоном, снимая на видеокамеру, и попросил его указать название этого непосредственно радара, ну, номер это самое. На что он мне ответил, я не прошу прощения, в грубой форме он мне ответил, я вам ничего не обязан. Вот, все вопросы, обращайтесь в ГАИ. Естественно, после чего я позвонил сотрудникам ГАИ, позвонил 102. Меня связали с ГАИ, дежурным по ГАИ городу Бреста. Вот, я вызвал оперативника, чтобы помогли мне замерить, потому что этот гражданин, хозяин этого радара, или кто он, смотрящий этого радара, отказался в этом. Значит, приехал госавтоинспектор, естественно, все мы замерили, мы вместе с ним это зафиксировали. После чего я попросил у этого сотрудника сертификат на этот аппарат. Он мне, конечно же, ответил, ничего, я вам не обязан. После чего попросил госавтоинспектор. Покажите сертификат, значит, на данную аппаратуру. Он показал, там оказалось ксерокопия без какой-либо печати. Ну, естественно, был просто номер этого радара. Потом мы подошли к этому радару с госавтоинспектором и, значит, посмотрели, что на этом радаре, оказывается, никакого номера нет. Заводской номер, он просто там какая-то наклейка была, он стертый, вытертый полностью. На что у нас, естественно, есть видеофиксация и фотофиксация у госавтоинспектора. И если фотофиксация госавтоинспектора, значит, фамилия я вам сейчас подскажу. Ну, грамотный человек, я так понял, все красивенько составил. Мне на черновик перерисовал, если вам видно, конечно, вот это вот все, вот наши фамилии, наш план такой. Это просто черновик. После черновика, естественно, что мы узнали, что нету номера на этом аппарате, на этом приборе. Он составил протокол осмотра, протокол опроса моего и, естественно, принял от меня еще и заявление. Вот, после чего я хотел бы, чтобы все же разобрались с такими вот, я бы, на мое мнение, лично мое мнение, несущественными аппаратами. Потому что они, ну, реально нарушают. Потому что если нет на аппарате номера, а в сертификате, в копии сертификата без печати он есть, то я с таким же успехом могу снять со своего автомобиля номер и поставить на другой аппарат, на другую технику. Это так получается? Конечно, это нарушение, это грубое нарушение. Нету ни оригинала сертификата он не смог предоставить, тех паспорт он не смог, его походу вообще нету, либо там какая-то копия непонятная вообще тоже без печати, без ничего. Соответственно, меня это возмутило. Я после чего составил заявление. Вот, гос. инспектор по фамилии, сейчас прочту, простите, может быть, неправильно прочту. То есть, Сидоренко, инспектор-майор Сидоренко, Сергей Алексеевич, вот, принял у меня заявление, все красивенько, все объяснил, как правильно, какому начальнику писать, как все это. Потому что я не сильно грамотный в этой структуре. И поэтому я попросил вас, Денис, чтобы вы мне помогли все же в этом безобразии разобраться. Вот. И очень хотел бы, чтобы, кстати, сегодняшнее число, прошу заметить, 18 декабря 2019 года. Всем, кому придут письма счастья с сегодняшним, как минимум, числом, поверьте мне, вы имеете право его обжаловать. Вполне. Потому что в гос. автоинспекции уже имеются все замеры, вся документация, вся фиксация, что он незаконно стоит, потому что у него нет номера, он просто левый, может быть, какой-то левый. А сертификат вообще от другого аппарата получается. Поэтому все, кого интересует, обращайтесь к Денису непосредственно. Вот. Он вам поможет. Я планирую в дальнейшем, так как я командировочный человек, я уеду работать в другую страну. И я попрошу его, если он согласится, представлять мои интересы через нотариуса. Естественно, заверю это. Все. Спасибо, кого это интересует, обращайтесь напрямую к Денису. Там, наверное, все в ссылочках, у него все будет описано. Спасибо, всего доброго, удачи на дорогах. Не нарушайте. Соглашусь с Александром, что не нужно нарушать правила дорожного движения. Но руководствуясь своим жизненным опытом, не уверен в том, что в данном конкретном случае понадобится моя юридическая помощь на фоне каких-то вдохновляющих и разоблачающих кого-то официальных ответов, которые прилетят нашему герою вместе с тем самым пресловутым письмом счастья, о котором говорил глава государства, установленные законом сроки. Но вот что точно могу обещать, так это то, что готов проследить за продолжением этой истории и опубликовать не только официальные ответы по этой теме и очередное мнение по этому поводу Александра, но и любую вашу историю с единственным условием. Если вы готовы говорить открыто на камеру о своей проблеме, мои контакты в описании к этому ролику.